Драка при задержании полицейскими двух пьяных мигрантов произошла в московском районе Царицыно. Одного из преступников удалось задержать. Видео публикует Telegram канал Mesh. Сообщается, что наряд полиции приехал на вызов местных жителей, которые жаловались на буйных гостей столицы, распивающих спиртные напитки во дворе жилого дома. При попытке задержания нарушители стали сопротивляться, материться и бить сотрудников полиции. У одного даже удалось отобрать дубинку. В этот момент второй полицейский достал оружие и пригрозил открыть огонь. Стоит отметить, что 28-летнего уроженца соседней республики удалось задержать, второй сбежал. Правоохранителям пришлось вызвать скорую, они были госпитализированы с ушибами головы. Здесь, конечно, нужно действовать совместно с нашими коллегами из страны СНГ, прежде всего. Нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь, у себя на родине, изучали язык. Наши законодательства знали бы свои права, знали бы то, что ориентируют их наши общественные организации и государственные органы по соблюдению законов и правил Российской Федерации, наших обычаев людей, где они будут жить. И не надо снова ставить вопрос вернуть мигрантов. Не надо. Вы русским дайте паспорта, и никакие мигранты не нужны. Киевский вокзал, повесьте лозунг. Русские, добро пожаловать, вы вернулись на родину. Никто ничего не вывешивает. И паспорт не дают. И переменяли русских к иностранцам. В 8 лет жди, где-то здесь мыкайся, может быть, мы тебе через 8 лет дадим паспорт. Поэтому решать можно вопросы, но каким способом? Оставьте южан на юге. Пусть они там работают, мы им поможем тем, что закупим у них, вот сейчас уже молодая клубника, капуста, ну все, урожай Нового года. У нас нет, у нас снег лежит. Треть страны в снегу. Поэтому можно решить вопросы. И Средней Азии будут довольны, и русские, оставшиеся на Западе, тоже будут довольны. Дальний Восток отдайте нашим олигархам. Вот им дайте 13 субъектов и задачи. Через 5 лет, чтобы была, как Америка, русская Америка, Дальний Восток. Чтобы не жадно с них фиксировать, то, что через уголовный кодекс нельзя подойти. Отдайте им весь регион. Как Абрамович сделал конфетку из Чукотки, и все. Поигрался и уехал. И строит свою самую большую в мире дачу, так сказать. Вот пускай не дачу, а яхту. Вот пускай там, весь Дальний Восток, пускай они туда вложат деньги. Потом, государство тоже наше, все-таки, сердитое. Ну дайте нормальную финансовую амнистию. Любые деньги возвращаете в Россию, на любой счет кладите, и там закрытый счет. Никто не имеет права спрашивать ничего. Нам же это лучше, чтобы деньги были у нас. Чем мы им амнистию не даем, и деньги там. Они же вывозят деньги, потому что здесь они не уверены, не уверены, что с ними будет. Их не очень радует судьба пенсинского губернатора. 500 миллионов дома держать. Да пусть банки их держат. Если возникнет необходимость арестовать, вы арестуете его, а деньги продолжают работать на экономику. А то деньги мертвым грузом. И человек, он же такой наивный, он решил, что так можно делать. Ему никто не объяснил, что это воровство, что это коррупция. Как ребенок. Ну ладно, пусть лежит 500 миллионов, у другого миллиарды. Посмотрите, вот две фракции левых, Михаил Владимирович. Они правильно говорят, что вот все в руках, так сказать, олигархов. А у них во фракции кто сидят? Миллиардеры. Это что, левые партии, что ли? Самые богатые сидят в ваших фракциях. Посмотрите по декларациям, а еще посмотрите, сколько помимо деклараций. Вот три миллиарда здесь сидит депутат Белоусов. Это что такое? Левая партия, они строят социализм. Вот для своей фракции они его построили. И до этого были миллиардеры. И мы лишали их полномочий. Поэтому надо все об этом думать. Вот дороги. Наконец заговорили до Челябинска. А до Дальнего Востока когда доведете? В конце века. В конце века. Столетие будет. Двухсотлетие будет со дня строительства дороги. Транссиф. И вот, наконец, мы дойдем до Владивостока. Туда бросьте деньги. Все им дайте. На каждой станции поставим памятник всем этим нашим везунчикам, которые сбежали. Вот я вам сейчас, уходя, передам. Академию Глушко создал проект. Пневмотруба. 1985 год. Горбачев ничего не понял. Поменьше с юга берите людей. Там больше с коррупцией хорошо получается. А инженерная мысль там не рождается. Он ничего не понимал. Он застолье хорошо сделал. И для Андропова, и для всех остальных. Я приезжаю в Сочи. Мэр города, заммэр встречает. И я еду в санаторий. Он предлагает поужинать. Заказывает там стол 100 тысяч рублей. А кто платить будет? Мне, чтобы я платил. Он дурак этот, заммэра. Он, наверное, уже в тюрьме сидит. У меня бесплатное питание лучшее в санатории. А эти прощалыги с юга еще меня заставляют платить за то, что они меня встретили. И я еще их угощаю. Это идиоты полные. Это сумасшедшие, больные люди. Когда он меня заставляет платить. Я что, просил тебя? Обнаглели. Естественно, я ничего не съел. Он все в мешок и унес домой. Вот такие южане, друзья. Я сказал, заммэра Сочи. Заммэра Сочи. Поэтому лучше слушайте. Это вам не проблемы ростовских рынок. Это юг страны. Где вся мать, если делала и при советской власти, и сейчас. При царе был порядок. Там Лермонтов с кем-то стрелялся. Там, может быть, Пушкин проезжал на Кавказ. И там была тишина. Там ничего не строили. Там были военные рубежи. Тишина и порядок. И советская власть решила отдохнуть. За границу нельзя. Давайте туда, в Сочи. Будете отдыхать вы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова